Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня, друзья, мы вспоминаем все вместе святителя митрополита московского Иннокентия Вениаминова. Вы знаете, я часто, когда кому-то что-то рассказываю на занятиях и встречаюсь с кем-то, часто привожу этого человека в пример. Если кто знает его историю жизни, это очень-очень хорошо. Если кто не знает, я все пересказывать не буду, но вы прикоснитесь к ней. Тем более, очень много каких-то свидетельств. Это XIX век, не так давно. Но и какие-то его деяния, они совершенно доступны для каждого из нас. Но вот что я для себя очень важное подчеркнул в его жизни. Да, наверняка найдутся люди, которые скажут, что это было не так, и все было иначе. Ну, знаете, когда человек делает какое-то дело, всегда находится тот, кто скажет, что все делается не так, и могло бы быть иначе. Всегда. Страшно, когда таких людей нет. Знаете, человек, наверное, стоит на месте и ничего не делает. И вот для меня очень важна его какая-то свобода и ответственность по отношению к тем людям, которые были рядом с ним. Он родился в Иркутске и мог бы там, наверное, прожить всю оставшуюся жизнь как-то там в небольшом приходе, который был у него. Историю его детства я пересказывать не буду. Но вот приехал с Иркутских островов человек, который увлек многих миссионеров поехать туда, в Русскую Америку, для того, чтобы проповедовать Слово Божие. И на это откликнулся сам будущий митрополит московский. Поехал туда вместе с семьей. Вот, знаете, вот уже такой очень важный момент. Поехать куда-то вместе с семьей. Куда? Сейчас мы куда-то едем, уже в знакомые места, да, где, понятно, может быть, это и чужбина, но во всяком случае цивилизованное общество. И можно как-то, может, худо, бедно, но устроиться. А тут, представьте себе, взять жену, детей, и уехать туда, на Алиутские острова, как-то там устроиться, непонятно, что будет. Какие-то там индейцы, которые ходят рядом и вокруг, какие-то обстоятельства жизни тебя будут преследовать. Когда он туда приехал, он начал жить в землянке, вместе с всей своей семьей. Начал изучать язык местных жителей, начал там помогать прививать местных жителей, начал как-то строить храм там и так далее. Но это легко написать в житие, когда мы все знаем, знаете, все понятно, ясно. А вот человек, который вступает на такой путь, ничего ему не ясно и непонятно, и только надежда и доверие на то, что Господь тебя как-то сохранит, в общем-то. Огромный путь, там, тысячу километров приходится добираться не на самолете, там, да, на каких-нибудь собачьих упряжках, через холод, через всякие льды и так далее. Потом на всяких там парусниках доплывать, до этой русской Америки, ну и так далее. В общем, понятно, можно сказать, да, было такое время, ну, знаете, время, времени. А когда рядом с тобой твои близкие люди рискнуть вот так вот отправиться, ну, наверное, не каждый и может. И да, и потом там переводились место на место, и затем он даже совершил кругосветное путешествие вместе со своей младшей дочерью, вот, по сути дела, да. Пока добрался до Петербурга, он взял с собой, жена уехала в Иркутск вместе со старшими детьми, он с дочкой семилетней, вот так вот добирался до Санкт-Петербурга для того, чтобы устроить там дела свои, вот в этой новой епархии на той самой, в той самой русской Америке. И затем у него и жена умирает, и он долго не соглашается принять предложение митрополита Филарета Дроздова о том, чтобы принять монашество, потому что, опять же, рядом с ним его близкие люди, он беспокоится о детях. Вот мы читаем ранние житии, там, матринул семью, ушел в пустыню. Здесь нет, совершенно не так. Я думаю, там, в ранних житиях, было совсем иначе. Так люди написали, потому что так казалось для них очень важно написать. И здесь он пока не устроил своих детей в пансионат, в столице, пока действительно они как-то не были, ну, обеспечены, он не принял и это предложение. Хотя часто такие предложения и в то время, один раз в жизни случаются. Вот. Чем человек живет? На что надеется? Кому доверяет? Вот это очень важная такая вещь, которой так мало в нашей жизни. Когда ты пытаешься контролировать весь процесс. Да, это правильно, здорово и верно, никто же не спорит. Там, если есть семья, дети, ты беспокоишься о том, а что будет? Правильно, да, конечно. Но ведь можно извести себя. А дети, когда вырастают, понимаете, уже 20, 30, 40 лет, я часто слышу, когда люди говорят, ну, вот он такой беспутевый, но он же такой, уже большой. Он вправе решать свою жизнь сам. И мы вправе решить свою жизнь сами. И вот, как бы, на фоне вот этого, вот этой жизни я хотел прочитать небольшой отрывок из книги уже современного автора, Игумена Петра Мещеринова, о проблемах воцерковления, где очень сказаны слова к каждому из нас очень важные. Главное, что порождает ненормальность духовных и духовнических, и духовных отношений, это боязнь свободы и ответственности. «Где Дух Господень, там свобода», говорит апостол Павел. Христианство подарило людям великий дар – свободу. Но так как свобода невозможна без личной ответственности за свою жизнь, то очень многим людям она тяжела. Человеку легче бы сбросить ее с себя, чтобы за него решил кто-то другой. Легче укрыться за традицией, корпоративностью, правилами, схемами, чем самому ответственно и сознательно строить свою христианскую жизнь. Поэтому часто на духовников свалится вся жизнь паства. Люди хотят взамен свободы получить гарантию спасения. «Но отказ от свободы есть отказ от христианства, ибо оно может осуществляться только лично под свою ответственность. Лично под свою ответственность». Это касаемо всей нашей жизни, касаемо всего нашего выбора. Когда страшно, да, действительно, принять какую-то ответственность, выбрать какого-то человека, который приходит в твою жизнь. и пойти в жизнь этого человека, и войти в жизнь этого человека, услышать какого-то человека, быть с кем-то, быть в каком-то деле, да в своей собственной жизни быть, не убегать в зависимости. А так хочется. Но ведь в этом и счастье, действительно быть свободным. И ответственность – это не бремя какое-то, знаете, навалилось на меня и согнуло меня в погибель. Нет. Это значит, что мне доверяет сам Господь, что у меня есть силы справиться с этим. Да, много будет ошибок, но сколько раз я здесь, отсюда, вот, с этого места, вспоминал Томаса Эдисона, который изобрел лампочку. Вот простая лампочка, в ней чего там, нить накаливания, ну что, все, ерунда какая-то. Он, чтобы вот эту нить накаливание, и эту ерунду сделать, провел 800 опытов. С ума сойти. Неудачных. Неудачных. И только на 800-ты раз она загорелась. С ума сойти, правда же. И часто у нас, как бы, мы смотрим на рекламу и на итоги жизни какого-то человека, и видим только его достижения. А за этими достижениями огромный труд. Огромный труд. Прежде чем стать митрополитом московским, Иннокентий объездил всю Сибирь. Годы жил там, в этой землянке. И не факт, чтобы он им стал. Вот так Господь сложил все. А мог бы где-нибудь погибнуть на очередном переходе там, да, те самые индейцы разозлились бы, ну и все. Все закончилось. Так это неизвестность, понятно, и в нашей жизни ее очень много. Но как важно доверие тому, кто рядом с нами. Если мы христиане. Если он говорит, что да, я рядом с вами. Может все случиться. И его же распяли. Вот в чем дело. Он сюда пришел, не сделал ничего плохого. Наоборот, только лучше. И все искали в нем изъяны. И все искали, как придумать, чтобы его взять и привести на казнь. Вот так этот мир устроен. И зависти здесь много. И смерти тут огромное количество. И беды тут много. А вот добра мало. Решиться на это очень важно и нужно для каждого из нас. Пусть мы не будем такими светилами, как Иннокентий Московский. Это не важно. Но в своей жизни, рядом с теми, кто нам дан, мы можем быть маленькими светильничками. Маленькими такими. Маленькими, которые могут согреть этого человека. Дать ему силы жить дальше. Творить дальше. Мечтать дальше. Любить дальше. Но для этого нам нужна вот эта свобода. Эта ответственность. Вот принять ее на себя. Не ждать, пока нас куда-то там специально позовут, пригласят, устроят, сделают. И мы объяснят, как нам жить дальше. Страшные схемы бывают. Страшные. За ними хорошо укрыться, но не жить. А укрыться хорошо. А жить когда? А жизнь раз ее нет. Ты вроде 20-летний бегал, сейчас раз тебе уже 50, а потом раз уже 70, если доживешь еще. И все, встреча со Христом, и будет ясно. А вот были возможности, а пользовался я ими. Вот это страшно, друзья мои. И да, давайте помнить, что в нас Господь очень-очень сильно верит. Вот мы только в себя не верим. Храни вас Господь, друзья. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok